Шампанское, салат оливье, селедка под шубой, холодец, шпроты, мандарины. Так выглядит наш новогодний стол. Таким он был 30 лет назад, 50 лет назад и кажется, что всегда. На самом деле традиции новогоднего меню менялись и продолжают меняться. Революции, войны, смены правящих режимов и экономических политик влияют на то, что мы едим под бой курантов. До революции главным украшением новогоднего стола был жареный гусь, а слово «майонез» обозначало совсем не то, что обозначает сейчас. Новогодний стол прошлого и настоящего в ретроспективе Анастасии Васильковой. В Советском Союзе по рукам били в двух случаях. Если ты ученик музыкальной школы или посягатель на священные запасы, не трогай, это на Новый год. Фраза, которую услышал каждый, кто родился в СССР. Плакаты советской агитпропаганды советовали людям, как расти детей, работать, занимать досуг и даже что есть и пить. На все была наглядная инструкция. Советские консервы хит. Вот здесь в полной мере раскрыт потенциал кильки. Целых шесть блюд. А вот лирика от глав рыбы. Всем попробовать пора бы, как вкусные и нежные крабы. Ирония. Майонез отлично сочетается с мясом и рыбой. Пример безотходного производства банки подлежат возврату. Главное управление промышленности шампанских вин постановило советское шампанское – лучшее виноградное вино. И это главный новогодний напиток огромной страны. В конце 19 века происходит два кулинарных события. Отголоски слышны и даже съедобны. 1880-е – массовое распространение мандаринов. Это лучший новогодний десерт. 1894-й – первое письменное упоминание салата Оливье. В 1920-м Новый год запрещен как буржуазный праздник. В 1935-м официально реабилитирован. В 1936-м налажен выпуск советского шампанского. В 1975-м на экраны вышел фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром». Ой, Господи, как скучно мы живем. У нас пропал дух авантюризма. Мы перестали лазить в окна к любимым женщинам. Мы перестали делать большие и хорошие глупости. Ой, какая гадость, какая гадость эта ваша взрывная рыба. Фильм «Таймер перед боем курентов». Уже понятно, на какой фразе охлаждать шампанское, а на какой заправлять Оливье и подавать горячее. В 1930-х на советской кухне революция. Нарком пищевой промышленности СССР Анастас Микоян запустил первое в СССР производство фасованного мороженого. При нем появилась докторская колбаса и готовый майонез. Позвонили мы в прошлое в редакцию книги Елены Малыховец и узнали, что майонез до революции был совсем не тем, чем он является сегодня. Итак, майонез – это мясное или рыбное кушанье, в которое входит ланспик, из которого приготовляется заливной лимуз, то есть клейкий мясной или рыбный отвар, сбитый в густую белую пену, которым покрывают рыбу, птицу или дичь, украшая блюдо вот таким вот ланспиком. Вот он, ланспик, по сути, мясное желе. Каверзная словечка из книги Елены Малыховец – подарок молодым хозяйкам от 1861 года. В ней 1500 рецептов. До революции переиздавалось многократно. Это даже не кулинарный справочник, учебник истории. И готовый майонез, и колбаса изменили канонический оливье. Знаменитое блюдо XIX века в СССР воссоздали приблизительно. В 1939-м открыли ресторан «Москва» в меню «Не оливье», салат из дичи. В 1955-м буржуазное оливье реинкарнируется в политкорректной столичной. Рябчика окончательно заменили на курицу, каперсы на горошек, а раковые шейки на вареную морковь. В середине 1960-х появляется салат «Московский». Именно тогда курицу вытеснила докторская колбаса. Быстро, просто, вкусно. Пока на кухне идет подготовка к Новому году. Я нашел минуточку времени, чтобы оторвать от сердца несколько секретов про идеальное оливье. Попробуйте сделать оливье не с банальной вареной колбасой. Возьмите курицу или копченую курицу. Сейчас модно делать оливье с языком, оливье с малосольной семгой. Вместо банального майонеза возьмите классический густой йогурт. Разбавьте его ложкой сметаны, добавьте капельку лимонного сока, и вкус салата преобразится. Еще можно поиграться с зеленым горошком. Берите необычный, консервированный. Возьмите свежезамороженный горошек, проварите его буквально несколько минут в воде с уксусом, с добавлением ложки сахара. Это изменит и вкус, и сам цвет салата. Он заиграет новыми яркими красками. Вместо маринованных или консервированных огурцов возьмите свежие. Это тоже добавит пикантности. Попробуйте, обещаю вам понравится. Официальная единица измерения оливье – тазы или ведра. Шутки про объемы потребления смешиваются со звуком хлопушек и звоном бокалов. Эксперты подсчитали, что россияне в новогоднюю ночь съедают 60 тонн оливье из расчета полтора килограмма салата на семью. В переводе на килокалории вполне себе крупная электростанция. Оливье – двигатель праздника и спонсор хорошего настроения в новогоднюю ночь. Анастасия Василькова, Дмитрий Рядькович. Отражение.